Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейст Роман Овечкин. И в преддверии своего тренинга, который стартует 8 октября, то есть уже скоро, в понедельник, я продолжаю разбор партий, сыгранных защитой Каракан на Олимпиаде в Батуни. Сегодня, сейчас вы увидите наиболее интересные партии, сыгранные в 8 туре. И скоро я уже догоню. То есть останется 9 вечером, а 10 завтра, утром. То есть как раз перед 11. Еще я пришел к выводу, что, небольшой анонс, после окончания Олимпиады, я сделаю еще небольшой обзор по одному из вариантов защиты Каракан, который был популярен на этой Олимпиаде. Итак, как обычно, я объединил несколько партий в одну, чтобы получился блок чуть поменьше. Сами партии вы сможете увидеть внизу под описанием, скачать и посмотреть. Первые у меня будут разобраны партии, сыгранные защитой Каракан, конечно, системой двух коней. В партии Макшейн-Люк против Ротштейна-Максима и в партии двух шахматистов со сложными для меня фамилиями был сыгран вот этот вариант. Конь Ф6, никто из противников, игравших черными, не ответил. На мой взгляд, одно из самых принципиальных решений. Но слон Ж4 это тоже еще более популярный ход. И на Аш3, конечно, черные бьют на Ф3. И после Ферзь бьет Ф3. Два хода у черных. Конь Ф6 и Е6. В обеих партиях предпочли сыграть Е6. В партиях между шахматистами со сложными фамилиями последовало Д3, Конь Д7, Ферзь Ж3. У черных возникли некоторые проблемы с развитием слона и оси. Они решались простым ходом с Ж6. Потом слон вставал на Ж7, Конь на Е7. Черные делали рокировку. И в принципе у них очень неплохая, гибкая позиция возникала. Вместо этого последовало Д4. И по сути на доске у нас староиндийская защита. Ж6 играть все равно пришлось. Черные опрометчиво ослабили королевский фланг. И получили уже очень неприятную позицию. То есть король не успел сбежать из центра. Белые приступили к атаке. Ну и до вершения всего последовало зевок фигуры через пару ходов. Люк Макшейн сразу ответил Ферзь Ж3. Очень интересный ход. Реально претендующий на ход с целью получения перевеса. Тоже слон Ф8 прикован пока что к пешке Ж7. На мой взгляд черным надо играть кони Ф6. Нападать на пешку Е4. Пытаться воспользоваться главным недостатком. Хода Ферзь Ж3 пешка Е4 осталась без защиты. Но у Максима Ротштейна были свои соображения. Он предпочел для начала развить коней. И потом сыграть Ж6. В целом эта позиция мне кажется у черных вполне нормальной. Только на ход Ф2 и Ф4. Мне кажется черным стоило ходом Ф7 и Ф5 приостановить возможное наступление белок на королевском фланге. При случае мы давим на пешку Е4. И задержали пешку Ф4 на своем месте. Она уже никогда вперед не двинется. Впрочем в партии она тоже вперед не двигалась. Черные продолжили играть на ферзевом фланге. Это единственная разумная у них стратегия. Но пешку на Ф5 тем не менее я бы поставил. А белые пока что играют более аккуратно. Они улучшили расположение своего коня. У которого на С3 не было никаких перспектив. И здесь на мой взгляд черные зря пошли С4. Кстати если бы пешка стояла на Ф5. Ход С4 имел бы явно больше смысла. Потому что подвисала пешка Е4. А здесь в целом эта позиция у черных должна быть вполне нормальной. Но у белых есть долговременный плюс. Это пара сильных слонов. Ф7 Ф5 теперь не пойдешь. Потому что висит пешка на Е6. У черных коней ровно один отличный пункт на Д5. Но здесь конь будет не так устойчив. Именно потому что как только конь на Д5 появится. Белые начнут играть Ф4 и Ф5. Иначе у белых в свою очередь тоже конь занял прекрасную позицию в центре. Если согнать его ходом Ф6. То ослабнет и королевский фланг и пешка Е6. После король Ж8 белые приступили к атаке. Они хотят пойти Х5, Ф4. Перебросить ладьи на линии А. Главный минус позиции черных нет активной игры. Ходы типа Б5, Б4 всегда натолкнутся на удар конь С6. Ну или АБ, АБ, конь С6. То есть возникнет проблема с защитой пешки. Или потеряется пешка Б. Или качество придется отдавать. А после Ф6, конь Ф3, конь Д5. Слон Ж7 при пешке на Ф6 чувствует себя безобразно. И черные сыграли Ф5. После чего белая лошадь вернулась на Е5. И на мой взгляд здесь у белых небольшой плюсик. Да, конь черных проник на Е4. Но отдавать за него слона никто не будет. На Д2 бить черным невыгодно. Потому что тогда второй конь на Е4 не попадет. Белые могут потихонечку готовить Аж5. Причем, как только черный конь с Д6 ушел. И перестал контролировать поле Е4. Белые передумали. И вот как только стоило им... Вернее, не конь ушел. А как только взятие на Е4 оказалось сопровождено выигрышем пешки. Белые без колебаний разменялись на Е4. И хотя по белым полям у черных должна быть определенная компенсация. Конь на Д5 мощный. Но слон на Д4 прекрасный защитник. Пешку Ф4 черные выиграть не могут. А если черные проведут Б4, то после АБ, АБ ладья А7 белая ладья начнет соргаться в их тылы. Позиция, на мой взгляд, не вышла за пределы такого равновесия. Многие предпочли бы играть черными, потому что тут белые поля. Но в итоге выиграли... То есть видно, что белым намного сложнее проявить активность. То есть у них активность была полностью нейтрализована возможная активность. Тем не менее, черные в игре на победу в дальнейшем взорвались. Понятно, что ничего не делают, поставив пешки на А5 и на А4. Никогда в жизни белые через такую крепость не прорвутся. Но в игре на победу черные взорвались и умудрились позицию не удержать. Да, зевнули вот такую жертву качества, после которой пешка Е становится очень сильной проходной. Пришлось качество возвращать, и белые перешли в атаку. Атака закончилась сеншпилем, в котором у черных ладья А5 немножко заблудилась. Угрожает ладья Б6, ладья бьет Б5, потом упадет пешка А4. Пришлось отдать пешку Д. И связанные проходные белых оказались здесь сильнее, чем связанные проходные черных. Следующим комплексом партий, с которыми я хотел вас познакомить, был комплекс партий из закрытого варианта Каракана. Значит, в нескольких партиях встретилась система Хенкина, и вновь показала себя очень надежной. После ДЦ Е6, в одной из партий белые пытались эту пешку защитить, но пытались недолго. Здесь есть еще ход слон Б5, есть ход Б4. Белые почему-то передумали, и после коня Ф3 возникла позиция, характерная для французской защиты, которой у черных никаких проблем не видно. Ни конь на Д6 не лезет, ни отсталости в развитии нет. А резкая Б4 совершенно неожиданно привела к позиции, где подвисает пешка С4. И после конь Д4, конь Е7 угрожает конь С6 с исправлением пешечной структуры. А попытка не пустить туда коня привела к потере пешки Е5. Ну или на С2 надо отдавать. И черные потихонечку выиграли эту партию. Несмотря на то, что рейтинг у них был ниже примерно на 350 пузов, чем у их противника. 2-303 у белых и 1964 у черных. В другой партии белые решили вывести Ферзя на Ж4, не давая слон Б5 из-за ферзбер Ж7. Черные могли пойти конь Д7, но предпочли сыграть Х5 и тоже потихонечку уравняли. Хотя, конечно, пешка на Х5 позицию черных не украшает. То есть белые попытались разменять чернопольных слонов, но это натолкнулось на удар, после чего были разменены Ферзи. И то, что пешка на Х5 уже никого не волнует. Черный король на Е8 стоит не так плохо. Замотовать его невозможно. Белый конь в итоге сумел проникнуть на Д6, и тоже ничего конкретного из этого извлечь у белых не получилось. Потихонечку черные оттеснили фигуры противника и уравняли. И партия закончилась в ничью. Тоже белыми играл шахматист 2-548, черными 2-358. То есть почти 200 пунктов разницы, но черные уверенно удержали эту позицию. Начинаю присматриваться к системе Хенкина еще более пристально. Еще в одной партии было сыграно А3. Ход является основным. Черные забрали на С5. Белые оттеснили слона на Б6. Все сделали грамотно. Но у черных вот такая понятная простая игра. Они заходят за белопольным слоном. И теперь почему-то не бьют на Д3, просто делают рахировку. После чего белые, на мой взгляд, опрометчиво сыграли С5. Дело в том, что сейчас эту пешечную цепь можно подорвать при случае А5 или Б6. И пешка на Д5 тоже, что очень важно, теперь не ощущает никакого давления на себя. Нет пешки на С4. А это значит, что черные могут попытаться привести в движение центр. Что они и сделали. Они сыграли Ф6 и на ЕФ. Вот я бы, наверное, в этой позиции сыграл ЖФ. С идеей сыграть Е5 и получить просто очень красивый пешечный центр. Но черные сыграли Е5 немедленно. И после осложнений решили пожертвовать фигуру. Мат им поставить не удалось. Но для вечного шаха компенсации здесь хватило. На мой взгляд, надо было играть просто ЖФ и потом уже проводить Е5. Не опасаясь Б5, потому что конь через Е7 перейдет на Ж6. Это еще сильнее укрепит королевский фланг черных и позволит получить шансы на атаку. Основной ход С5 тоже в этом туре практиковался. В одной из партий было сыграно H4. Сразу ясно, что игравший с черными шахматист не... Или шахматистка, не знаю... А, шахматист. Белыми гончаров Сергея, черными Дайв, Рассел, Джон. Не смотрел моих роликов. Ни Ферзь Б6 не было сыграно. Ни другой вариант, который я считаю вполне приемлемый для черных. Х6, Ж4, слон, Д7, Х5, С5. А было сыграно Х5. Белые сыграли конь С3 и повели коня на Ж3. Возникла сложная борьба. В которой черные оказались сильнее. Ну вот, если вы помните Игорь Курносов играл против меня немедленно с лон Ж5. Из-за чего я бросил играть в Х5. Если кто не помнит, смотрите ролик у меня там в рубрике защита каракан. Такой есть. В партии Светушкин-Дмитрий против Ливана-Панцулая встретился основной вариант. Неторопливая слон Е2 и рокировка. И черные сделали очень рискованный ход слон Б4. Этот вариант периодически применяет Виарел Балакан играющий за молдавскую команду. То есть за ту же дружину что и Дмитрий Светушкин. И неудивительно что белые оказались готовы и продемонстрировали наиболее неприятную игру для черных. То есть конь Д2 угрожает конь Б3 и черный слон не попадает на С7 и ухода слон Б4 серьезная идея. Слон идет на С7 дальше черные хотят пойти Ф6 конь Ж8 может отправиться через Е7 на Ж6 и все фигуры черных будут давить на Е5. Ну вот после слон Ж5 конь Е7 конь Х4 выяснилось что черными играть не так-то уж просто. Все время надо считаться с Ж4 и Ф5 и даже с немедленным Ф5. А после Ф6 и ФЖФ черный центр никуда вперед не отправляется и более того пешка Е6 слабенькая и с королем возникают проблемы. Посмотрите мне эта партия очень понравилась как играли ее белые. То есть посмотрите самостоятельно. Здесь на мой взгляд у белых стойки перевесили. Позиции с изолированной пешкой в одной встретилась система Штейнера я ее промечиво назвал атакой Шатара но это из французской защиты конечно система Штейнера черные немедленно отыграли пешку и на коне в 3 сыграли Е6 после Д4 возникала одна из основных позиций системы Панова но белые предпочли сыграть слон С4 и вообще с ходом Д4 не торопились черные здесь сыграли Б6 главным недостатком этого хода на мой взгляд является то что теперь у черных ослаб пункт С6 и белые могли допустим взятием на Д5 получить небольшой но такой на мой взгляд достаточно стойкий плюсик если слон встанет на Б7 то он будет пассивным если его разменять скажем слон А6 то после разменов и конь Е5 слабость поля С6 может сказаться если его вывести на Ж4 то тоже возникнет вопрос а что же там для чего же сделан ход Б6 это одна из возможностей я даже не уверен что она сильнейшая ладья Е1 выглядит вполне нормально но вот здесь может быть вместо КЕ5 еще у белок есть идея скажем слон Б3 с идеей ФД3 слон С2 белые ждут куда разовьется КБ8 на КД7 будет размен на Д5 на КЦ6 тоже а если черные возьмут на С3 то ход слон Б3 белым вполне полезен для того чтобы поставить пешку на С4 и висячие пешки будут иметь тенденцию к движению вперед то есть ход Д5 будет все время таким дамоклым мячом висеть на позиции черных после КЕ5 черные начали серию разменов и это позволило им получить вполне нормальную игру то есть здесь белые зачем-то отдали пешку на С3 с темпом с учетом того что у них ослаблен королевский фланг то есть нельзя бить сейчас слон бьет аж 7 из-за ладья Д1 с матом ну и в общем-то понять почему у белых здесь должна быть компенсация за пешку мне не удалось и они очень скоро проиграли еще в одной партии белые вместо атаки по ново сыграли слон Д3 разменный вариант и черные черные отреагировали системой треевы это партия блонк вистерик против шенгеля Давида Давид шенгеля представляет Австрию гроссмейстер 2500 и у белых тоже 2499 h3 на мой взгляд здесь вполне можно играть e7 e5 но черные решили что контроль над полем e5 позволяет очень часто играют g6 с идеей разменять слонов на f5 но здесь черные решили что контроль над полем e5 позволяет им сыграть в духе известного варианта защиты немцовича варианта ботвинника в котором несмотря на то что слон запер пешкой e3 а здесь пешкой e6 он потихоньку оживет одна из идеи черных здесь сыграть f6 и e5 но для этого нужно выбрать подходящий момент потому что если сыграть f7 f6 раньше времени то белые ответят немедленным c3 c4 для интересующихся этим типом позиций могу назвать партию которую можно посмотреть это партия Алексеев Овечкин из Ханты-Мансийска по-моему позапрошлого года что ли была сыграна в быстрые шахматы то есть там я где-то провел f6 получил c4 и хотя в дальнейшей игре сумел получить какую-то контр-игру в целом проиграл по делу и по дебюту уравнять не смог здесь черные сначала максимально укрепляют свой королевский фланг играют фигурами оттеснили как вы видите слонов и только потом занялись проведением e5 как мы видим хода c3 c4 просто нету размен на f5 ну белые сначала на f4 разменялись приводит к тому что у белых коней нет ни одного опорного пункта в центре это конечно нельзя одобрить кони должны играть как-то именно по пунктам по слабым белые решили что могут создать получить такой пункт на f5 или на d5 пожертвовали качество фактически у них две пешки за качество но так как эти пешки никуда не идут перевес все-таки здесь у черных очень важно что слона g5 нельзя выиграть потому что там конь g6 будет неустойчив и в общем черные потихоньку одолели переходим к следующим партиям в которых было уже сыграно конь c3 и значит классическая система была выбрана в одной из партий и черные решили разыграть но f5 шаг это правильно я здесь предпочитаю слон b4 а черные решили разыграть систему с длинной рокировкой для этого они здесь вернулись в ферзь си на 3 ноля сыграли конь f6 и рокировали после ферзь e2 слон d6 король b1 основным ходом насколько я знаю является ладья h e8 и только в ответ на c4 черные играют c5 черные пошли c5 немедленно и после ладья h4 зевнули единственную угрозу белых они сыграли h6 и после dc выяснилось что им надо оставаться без слона вместо h6 у них было несколько возможностей например ферзь e7 уйти от противостояния или король b8 другой способ уйти от противостояния с ладьей на мой взгляд достаточно интересным является ход c4 вынуждающий белый действовать очень энергично потому что стоит белым промедлить и черный конь окажется на d5 и пешка b пойдет вперед и на ферзе на фланге черные просто организуют матовую атаку впрочем уравнивать ход c4 не должен в партиях в партии более рейтинговых шахматистов это сбыня храчек чехия или словакия видимо чехия против адибана из индии адибан сыграл конь f6 и на взятие взял пешка и е вообще вариант тоже набирает популярность белые ответили сильнейшим ну считающимся сильнейшим образом слон d3 и ферз c2 на h6 заготовлена короткая рокировка на g6 длинная и h4 h5 ну вот модный ход h5 недавно появился и завоевал популярность черная пешка h идет вперед тараня королевский фланг белых то есть теперь из g3 не пойдешь и если и коня на g3 черные не пустили ход и h3 угрожает с ослаблением белых полей после h3 черная лошадь отправилась на f8 для того чтобы при случае попасть на e6 белые специально не торопятся с ходом черные не торопятся с ходом c5 они ждут c4 потому что если раньше времени ходом c5 вскрыть игру то там на поле d4 удобно расположиться либо белый конь либо белый слон ну и использовать пешку h4 можно еще вот таким способом слон c7 черные хотят сыграть fd6 и попасть на h2 нет хода g3 у белых здесь тоже была масса интересных продолжений например компьютер рекомендует ход конь f4 не опасаясь никаких fd6 с идеей g5 есть интересный ход c4 пока черные не могут пойти c5 с идеей сыграть f4 и потом при случае если черные сыграют c5 то поставить пешку на d5 это тоже будет очень выгодно белым довести пешку до f5 тоже белым выгодно это отнимет поле e6 поле e6 у коня слона у черного коня еще поле g6 отнимет ну и очень интересно было немедленно f4 тоже с целью пойти f5 для чего я уже объяснил белые сыграли вместо этого король h1 и после ферзь d6 снова была интересная возможность сыграть f4 теперь белый конь готов перейти на f3 напасть на h4 и прикрыть поле h2 скажем b6 конь g1 конь f3 черным надо жертвовать пешку h4 получая контр игру в центре правда в общем здесь игра на мой взгляд не ясна компьютеру кажется что позиция в пределах равенства у черных может быть капельку похуже а может и нет а белые обнаружили возможность сыграть слон f4 и хотя размен чернопольных слонов считается в этой структуре выгодным для белых то есть тоже можно было разменяться и попытаться отнять пешку h4 тем не менее компьютер считает что здесь игра совершенно не ясная но белые решили просто свернуть игру в этой партии то есть скорее всего команда на собрании команды решила что надо играть под лозунгом спасайся кто может против грозной индии и белые как только нашли возможность спастись тут же это сделали партия завершилась в ничью ну и в общем-то на этом обзор восьмого тура у нас закончен спасибо за внимание еще раз напоминаю уже осталось совсем мало мест с 8 октября у меня будут тренинги по защите каракан в описании есть ссылка на тренинг на гугл форму если кого заинтересует пара мест еще у нас осталось спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер романович это зеркалье вот